Ребята, всем привет! С вами Михаил. Это мое новое видео. Меня зовут Punisher Place, мой PSN. Сегодня я выпускаю необычное совершенно видео, которого у меня еще не было. Скоро я стартую в турнире VKHL. Он проводится на платформе ВКонтакте. Плюс есть один сайт, который будет в ссылке под этим видео. Плюс будет группа ВКонтакте, ссылки под этим видео. Сейчас немножко вам расскажу об этом турнире. Это турнир командами NHL, киберспортивными командами NHL. Полная симуляция сезона NHL. То есть все игры согласно реальному календарю NHL плюс плей-офф. За звание сильнейшей команды на киберспортивной площадке. Вчера проходил драфт. Что могу по нему сказать? Драфт был интересный. Первые 10 команд выбрали. Топовую десятку команд выбрали. Я долго думал и размышлял, какую же мне команду взять. Оставались все команды, которые мне были интересны. Но нужно было выбрать всего лишь одну. Это одна команда. У меня был выбор между Анахаймом, допустим. Я мог выбрать Бостон, Каролина оставалась, потом Чикаго. Ну и много-много команд, которые, можно сказать, были во второй двадцатке команд NHL. Дальше Нью-Йорк Айлендерс, за которые я играл в том году, в принципе. Что еще? Сент-Луис можно было взять. Можно было взять Вегас. Можно было взять Виннипек. Выбор был сложный. И я остановился, долго думая и рассуждая. Целый день я промучался. Изучал состав. Филадельфию, кстати, можно было взять. Но все равно взял команду. Команду я взял. Команду я взял Нью-Джерси Дэвилс. Сейчас объясню почему. Кстати, что еще хотел сказать. Ссылки на турнир, на сайт с полной статистикой игроков. Три звезды там фиксируются. И много-много-много всего интересного. Все будет под этим видео. Внизу ссылочки будут и на группу ВКонтакте. Там, кстати, будет лист ожиданий. Если кто-то вдруг захочет присоединиться к такому турниру, то через лист ожиданий, как и я в том году, можно попробовать попасть в этот турнир. Что касается Нью-Джерси. Давайте посмотрим на состав этой команды. Что я могу сказать. Во-первых, что меня привлекло. В принципе, все сочетания. Вот четыре, можно сказать, пятерки. Ну, три точно. Они полностью сбалансированные. Нету прямо явных лидеров. Как у меня было в том году. Я играл за New York Calendars. Там тоже были все сбалансированные пятерки. Но вот в Нью-Джерси мне прямо это очень понравилось. Ну, что могу сказать. Тейлор Холл, да? Лидер. Лидер команды. Несомненно. На него я возлагаю очень большие надежды. Если посмотреть его... Его все данные, да, в этой игре, то... Что меня привлекает? Это скорость 95. Я считаю, что в этой игре скорость будет играть немаловажную роль. Плюс финты, координация, пас, контроль, шайбы. Все на высшем уровне. Ну, что говорит. Тейлор Холл, это номер 1, да? Поехали дальше. Дальше у нас идет Нико Хишир. Нико Хишир, ну, это... Я возлагаю тоже на него большие надежды. Потому что я считаю, что центр первого звена будет у меня. И он... Будет такой большой курс ответственности на нем будет. Вот. По его показателям тоже. У него 90 скорость. Вот. Очень хороший контроль шайбы, финты. Ну, я имею в виду для команды второго десятка, да? Берем именно вот эти вот показатели и будем во внимание это привлекать. Вот. Дальше что? Дальше что? Кайл Палмьери. Он у меня играл еще в НХЛ 19. Карта была 91. Правда, у него в худ я играл. Мне очень понравился этот форвард. Он тоже не такой уж и медленный. Вот. У него тоже хороший контроль, хорошая координация, хорошие броски. В общем, в принципе, мне нравится. Джек Хьюз. Второй номер драфта в этом году, да? НХЛ. С сумасшедшей скоростью 93. Я не знаю. Говорят, что эта карта даже в худ очень крутая. Потому что там у него вроде как 95 скорость. У него тоже очень классные финты. Контроль, пас, броски чуть похуже. Но я надеюсь, что Нью-Джерси в этом году стрельнет. И карты Овера Хишира, Хьюза и, конечно же, которого здесь нету, Никиты Гусева, будут расти. Вот. Крайние Блейк Колиман и Джеспер Братн. Да? Что я могу про них сказать. Тоже они немедленные. Они немедленные. У них 87 у одного скорость. И 85 чуть похуже у другого. Вот. Но карты я поиграл. Карты довольно-таки хорошие. Уэйн Симонт перешел из Филадельфии Флайерс. Да? У нас получается этот игрок. Его прикупили. Тоже скоростной, большой, здоровый. Такой нам в команде нужен, чтобы забивать, грызть, бороться у бортов, грызть лед. И у него хороший бросок. Вот. Поэтому я тоже на него очень сильно рассчитываю. Трэвис Зайджек, да? Правильно, если я не ошибаюсь. Он уже такой староживо, да? Нью-Джерси. Вот. У него скорость небольшая. Но для центра, для центра у него хорошая стойкость. Я думаю, что это хороший центр третьего звена. Прям будет очень хороший. Плюс он праворукий. Ну. Те... Такие центральные мне нравятся. Мне нравится играть праворукими центральными. Мне почему-то ими удобнее играть. Не знаю. Павел Заха, да? Если я правильно говорю. Потому что я еще, честно говоря, на русском джерси не смотрел, как правильно читаются. Тоже скорость у него не такая большая. Вот. Это вот... Не знаю. Для третьего звена игрок, в принципе, неплохой. Вот. Скорость у него небольшая. Финты тоже... Координация пас-контроль тоже для края не очень высокие. Но я думаю, что он не потеряется. Потому что я поиграл, я говорю. И мне, в принципе, он тоже понравился. Вот. Джои Андерсон, да? Молодой у нас. 21-летний центральный нападающий. С небольшой скоростью. Но это игрок четвертого звена. Я думаю, что они не так часто будут у меня появляться на льду. Будут, конечно. Но я буду стараться смотреть, выпускать их, когда будет появляться в большей степени четвертое звено. Там, да, у команды соперников. Майлз Вуд. Вот это тоже очень. 23 года. Очень хороший игрок. Я надеюсь, что он будет расти в этом сезоне. Я команду изначально тоже брал. С расчетом того, что карты все-таки будут расти. Никита Кусев, Вуд, Хьюз, Хишир. Ну, Холтон вряд ли, я думаю, будет. Хотя, не знаю. Может быть, ему тоже потом повысит рейтинг. Хорошая очень карта. Скорее всего, я так думаю, он у меня будет играть в третьем. А может быть, во втором звене. Я еще посмотрю, сочетания какие сделать. 88 скорость. Это очень хорошо. Плюс финты, координация, пас-контроль пусть небольшой. Но броски, броски хорошие. Поэтому, Майлз Вуд, я на тебя надеюсь. Джон Хайден. Тоже молодой, 24 года. У нас получается... Вообще, в игре он почему-то центр. Почему-то центр, да. У него очень хорошая стойкость. 89. Я думаю, я думаю, что он у меня будет играть в центре. Я так предполагаю. А на край мы посмотрим вообще, кто у нас и что у нас есть. Может быть, если посмотреть, кто у нас в запасе. Есть у нас край? Нет, края нету. Есть только центр, да. Но может быть, останется и у нас он в центре. Ой, прошу прощения, я вышел. Так. Поехали дальше. Что касается у нас, тогда посмотрим защитная линия. Тут очень мне все нравится. Я не буду скрывать. Субан. Отличнейший просто защитник с очень крутым кистевым броском. Вот в этой игре. С кистей он бросает. Сила у него 91. Точность пусть небольшая, но он попадает. Я играл, поиграл, он попадает. Вот. С отличной силовая, да, игра, где вот пунктики у него агрессивность отличная. Силовой прием тоже очень отличный. Значит, он будет агрессивно хорошо играть. Will. Будет черт, да. Если я правильно говорю. Если неправильно, ребята, в комментариях поправляйте меня. Потому что эту команду я еще не совсем хорошо знаю в плане фамилий. Поэтому буду стараться потом правильно произносить. Тоже силовой прием 85, агрессивность 80, прессинг клюшкой 88. Тоже возлагаю большие надежды на этого защитника. С хорошим пасом, с хорошим контролем, с хорошими бросками. Вот. С хорошей дисциплиной. Думаю, что эта карта будет расти. 24 года игроку. Я думаю, что если Нью-Джерси в этом году будет хорошо играть, то все будет хорошо. Вот. Дальше поехали. Дэймон Сиверсон, да. Тоже 25 лет, молодой игрок. Тоже с хорошей агрессивностью, хорошим силовым. Защита, я так думаю, что будет хорошая. Будет агрессивно играть боты. Будут агрессивно прессинговать клюшкой. 88 прессинг. И, в принципе, все меня устраивает. Для оборонительного защитника самое то. Вот. Мирка Мюллер, да, получается. Вот. Тоже агрессивный силовой прием. Хороший. 85. Это не самый низкий показатель. Да. Я так понимаю, что это полностью оборонительный защитник. Вот. С силой щелчка с хорошей, с хорошим кистевым. Не знаю. Играл я игры в Версусе. Не могу сказать там, что он как-то у меня какой-то негатив вызвал. Ну, нет. Добротный, нормальный защитник. Можно им играть. Вот. Сами Ваттанен. Очень классный защитник. Он, я так понимаю, атакующего типа. Да. Атакующий защитник. У него не очень хорошо с агрессией, с силовым приемом. Но очень все хорошо с бросками, с силой броска и с точностью. В плюс он хорошо играет в нападении. Я думаю, что это один из защитников первого большинства. Да. У меня будет. Я думаю, что все будет хорошо. Так. Энди Грин. Ну, у него тоже неплохая агрессия силовой для защитника. Я думаю, что он не потеряется. И мне поможет. Плюс, если что, у меня есть в запасе еще кто там у меня. Керрик есть, да. Насколько я понимаю, у него тоже агрессивный силовой прием еще больше. То есть, это прям такие хорошие... Он у меня еще в 19-м хоккее, насколько я помню, играл. Какая-то у него карта была интересная. Не базовая. Не золотая. Поэтому я думаю, что все будет у меня с защитой хорошо. В РТРИ. Ребята, вот это единственная зона в этом хоккее у Нью-Джерси Дейлос, к которой я немножко с опаской отношусь. Потому что все-таки Кори Шнайдер и Блэквуд... Ну, не знаю. Шнайдер, я поиграл. Мне не очень он понравился. Да, он не совсем низкий. Но, не знаю. Я маленько побаиваюсь. Думаю, если все-таки в сезоне у него пойдет, то Овер ему чуть-чуть хотя бы поднимут. В целом, ребята, что я могу сказать. Команда, я говорю, мне нравится. Она молодая. Она очень перспективная в плане роста. Я так думаю. И надеюсь, что она меня не подведет. Вот. И сезон будет интересным. Дальше я уже буду, наверное, делать ролики про первые игры в этом чемпионате, когда они стартуют. Буду стараться делать по каждой игре видео с комментариями, как я буду играть, как будут выступать Нью-Джерси Дэвилс. И, в принципе, оповещать буду стараться этот турнир ВКХЛ. Опять же, ссылки будут внизу под видео на сам турнир, на сайт и на группу ВК. Вот. Ребята, всем спасибо. Хотел... Думаю, что донес до вас всю информацию. Вот. С вами был Михаил. PSN Punisher Place. Увидимся на следующих роликах, видео, на прямых трансляциях. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам интересен турнир, в принципе, НХЛ. И, в особенности, еще и киберспортивный турнир. Да, вот этот ВКХЛ. Я думаю, что будет много интересных игр. Турнир будет длинный, почти до конца сезона этой игры. Поэтому будьте с нами, болейте с Нинджерси Дэвилс в этом году вместе со мной. Всем пока-пока. Увидимся.